Кристина Литтон, Нортон и Альфа. Маленький робот Нортон коллекционировал всякую всячину – колесики, ржавые железяки, сломанные пружинки. Но больше всего ему нравилось находить такие вещицы, которых он раньше не видел и даже не знал, как те называются. Интересные штуковины можно найти повсюду. Выглядят они обычно не очень красиво, но почти всегда для чего-нибудь могут пригодиться. Из всех своих находок Нортон конструировал удивительные изобретения. Однажды Нортон нашел что-то совсем непонятное. Он прикрепил находку к своей новой разработке. Подошло идеально. Нортон назвал новый аппарат Альфа. Теперь у Нортона появилась помощница. Она собирала всякую всячину вместе с ним. Альфа могла вырыть яму, забраться в самые труднодоступные места. Она была настоящим исследователем и находила самые замечательные штуковины. Во вторник утром нос Альфы стал зудеть и чесаться от какого-то необычного запаха, который вел к чему-то очень странному. Нортон никогда не видел ничего подобного. Что же это такое? Нортон и Альфа решили разгадать загадку. И они взяли нечто с собой. Хотя поддалось оно не сразу. Нортон и Альфа отправились домой. Нортон держал нечто очень крепко. Он ни на секунду не спускал с находки глаз, пока взбирался по лестнице. Дома Нортон сразу же пошел в мастерскую. И приступил к своим обычным экспериментам. Он смазал нечто. Пытался подключить нечто к электричеству. Сделал рентгеновский снимок. Но все это запутало Нортона еще больше. Нечто вообще ни для чего не годилось. И выглядело оно теперь совсем не так интересно. Так что Нортон выбросил нечто из окна. Весь день Нортон и Альфа убирали беспорядок, оставшийся после экспериментов. От той непонятной вещи отвалилось что-то маленькое и круглое. Нортон решил, что и это может когда-нибудь допригодиться. В среду весь день шел дождь. Неподходящая погода для собирателей всякой всячины. Зато Альфа упражнялась в ловкости. В четверг наступила ужасная жара. Нортон и Альфа только и делали, что пытались от нее спастись. Ну а в пятницу, наконец, можно было идти за новыми сокровищами. Чтобы подзаправиться перед походом, Нортон сделал сытный завтрак. Потом он смазал шарниры и приготовил все необходимое. Они распахнули двери и увидели настоящее чудо. Нортон и Альфа прыгали и кувыркались в этом прекрасном поле, где полным-полно было тех самых непонятных штуковин. Они набрали их и принесли домой. Нортон и не думал выяснять, что это такое и зачем оно нужно. Он знал только, что он счастлив.